Смотрите сегодня в гражданской обороне. Большое переселение народов. Почему россияне готовы поменять духовную Россию на загнивающую Европу? Самая крупная утечка мозгов за последние 20 лет. Квалифицированные специалисты бегут из страны. Приступ паники. Как РФ реагирует на украинский иск в Гаагский суд. Сказки товарища Басурина. Как создаются легенды про бессмертных киборгов и неуловимых карателей. Праздник оккупации. Как в России и в Крыму отметили третью годовщину псевдореферендума. Факты, свидетельства, доказательства. Все это прямо сейчас в гражданской обороне. Страна скреп теряет лучших людей. Самая большая волна эмиграции за последние 20 лет. Люди уезжают способные молодые россияне, которые видят, что они на глобальном рынке труда, они конкурентоспособны. Из недемократической Германии в процветающую Россию и обратно. Побег семьи Мартенсенов из Сибири в Гейропу. Больше похож на побег из суровых сибирских реалий. Как великая и духовная вытесняет в эмиграцию инакомыслящих. Это реакция на протесты российского среднего класса. Иммигрант и национал-предатель. Страна скреп ставит равенство. Если мозги утекают, они уже до этого должны быть расплавлены. Нормальные мозги не утекают. Денно и нощно, неустанно российская пропаганда трудится в поте лица, создавая у россиян ощущение полнейшего армагеддона в Украине. Но пока одни граждане РФ слушают басни и проклинают украинский Майдан, другие собирают чемоданы в надежде спастись с тонущего корабля. И при этом официальная статистика, она совершенно невалидная. Она не показывает реального ситуации, тем более, что большое количество россиян уезжают, сохраняя гражданство. Чемоданных настроений такого размаха в стороне духовных скреп не видели уже более 20 лет. В России может произойти самая крупная утечка мозгов за последние 20 лет. Квалифицированные специалисты бегут из страны. Только в 2015 году из страны по официальным данным эмигрировали 350 тысяч россиян. В 2009-м эта цифра была всего 32 тысячи, в 2011-м 37 тысяч. После коррупционных выборов 2012 года, когда стало ясно, что власть в РФ узурпирована и вспыхнули протесты, количество эмигрантов резко возрастает – 123 тысячи человек. В 2013-й уже 186 тысяч. Первый год российской агрессии в Украине – 14-й – 308 тысяч. Уезжают прежде всего представители среднего класса, бизнеса, молодежь, а также люди, которые сталкиваются с политическими преследованиями. Первыми покинули страну политические деятели, журналисты, писатели. Разочаровавшись в любых попытках изменить политический режим в России, уехал писатель Борис Акунин. Уехал галерист Марат Гельман обустраивать художественную жизнь и строить русский культурный рай в Черногории. Это управление по делам гражданства и эмиграции в Риге. Раньше за 150, а сейчас за 250 тысяч евро инвестиций в Латвии можно получить вид на жительство. После 14-го из россиян тут выстраиваются очереди. Встречаю некоторых политиков, некоторых ведущих программ, телевизионных программ, с вашего центрального телевидения, да, то есть узнаваемые люди. Бывший российский военный журналист Евгений Эрлих сейчас живет в Латвии. Что нужно уезжать, он понял после разгона НТВ. Именно тогда журналистика в стране скреп превратилась в пропаганду. Первое, что сделал Путин, ровно так же, как, извините за это сравнение, ровно так же, как Гитлер. Первое, что он сделал, он убрал независимую прессу. Убираешь независимую прессу, дальше строишь все, что хочешь. Тех, кто остался в профессии, сохранил принципы и не уехал из РФ, сегодня активно выживают. Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко заявил о своем вынужденном отъезде 22 февраля 2017 года. По его словам, из надежных источников он узнал, что на него уже готовят уголовное дело. То есть вот сейчас решают, что со мной делать, либо сажать, либо махнуть уже рукой. И через какое-то время, через полгода, через год, через два, через пять, но все равно начнется все по-новому, все равно начнутся уголовные дела. Это интервью с Аркадием Бабченко записал другой оппозиционный журналист Саша Сотник. В сентябре 2016-го из-за угроз он тоже покинул Россию, но спустя несколько месяцев все же вернулся. С одной стороны их выдавливают, действительно выталкивая из страны, с другой стороны Путин устанавливает самоцензуру. Убийство Политковской, убийство Немцова, это все же желание навязать журналистам внутренний самоконтроль. Однако основную массу иммигрантов из РФ сегодня составляют врачи, инженеры, учителя, IT-специалисты, бизнесмены. В стране скреп с катастрофической скоростью происходит то, что называется утечкой мозгов. Отсутствие спроса на квалифицированных специалистов не позволяет молодым людям реализовать свой творческий потенциал в России. Русский мир, как всегда, готов предложить своим специалистам бытовую неустроенность, низкий доход, отсутствие личной безопасности и честной конкуренции в бизнесе. Происходит что-то вроде закрытия железного занавеса, вводится ужесточение цензуры. От отсутствия перспектив граждане самые духовные бегут в Германию, США, Канаду и Финляндию. Очень сильно развивается сейчас эмиграция россиян через стажировки и постдокторские программы. Тем временем в стране скреп даже не думают увеличивать расходы на образование. Министерство образования и науки предлагает сократить к 2019 году 8 тысяч научных сотрудников. Уже в 2017 году могут быть уволены 3 тысячи человек. Бороться с эмиграцией ценных кадров в РФ, как всегда, собираются оригинально. Надо внимательно смотреть и запретить работу всем этим некоммерческим организациям, которые являются ничем иным, как просто ловлей умных голов с дальнейшим переправкой их за границу. Не поднимать уровень жизни, а бороться с вражескими агентами Запада вполне соответствует русской традиции. А когда ничего не получается, туда им и дорога, говорят те, кто озвучивают мысли Кремля. Россия ничего не потеряет, если весь так называемый креативный класс уедет. Для меня женщина, которая встает в 5 утра, чтобы подоить корову, креативная, потому что она что-то производит. А не какой-то парень с дурацкой стрижкой, который целый день сидит в кафе и пишет что-то в своем блоге. Такую же точку зрения выражают и российские социологи. Скажите, это дорога. То есть не нравится вам здесь, считайте, что здесь все умные, одни идиоты, одни вы умные. Значит, а собираете манатки и действительно проваливаете. Их будущее этой страны вообще не интересует. Их интересует сегодня. И чем меньше пассионарных, умных, талантливых россиян, тем для них лучше. Другие идут дальше и, не стесняясь, называют всех, кто ищет лучшей жизни, национал-предателями. Обычный гражданин, наоборот, чувствует подъем своей страны, чувствует дух поднимающийся, особенно после возвращения Крыма. Поэтому, как бы, вот те национал-предатели, если им сказать, те, которые хотят уехать, ну, конечно, им хочется сказать, чтобы они включили мозги. Кремлевский политтехнолог Александр Дугин и вовсе выдвинул инновационный подход к эмиграции и утечке мозгов. Если мозги утекают, они уже до этого должны быть расплавлены. Утекают мозги либо из дырявой головы, пустой, либо, если они уже расплавились, тогда они вытекают из любой головы, просто там найдут себе выход. Ну, это абсурд придворного шута, низкопробное графоманство которого оплачивается миллионами. Только вот о том, как эмиграция лучшей части населения РФ скажется на стране через 15-20 лет, в стране скреп скромно молчат. Потери только одного специалиста обходятся Россией в 300 тысяч долларов. В целом, из-за массового оттока ученых, наша страна теряет около 2 миллиардов долларов в год. Уже с момента аннексии Крыма уехало около 2 миллионов человек. Это самые лучшие, самые активные, самые такие предпринимательские, креативные. Конечно, этот процесс будет продолжаться. В декабре прошлого года у скрепоносной появился шанс утереть нос критикам Кремля и показать, что в Великую и Духовную переезжают даже из благополучной и богатой Германии. Старая новая родина начинается для гражданина Германии со старенького уазика поселковой администрации, крепких морозов и присыпанного снегом бюста Ленина. Ойгин Мартенс и его жена Луиза и их 10 детей приехали в Сибирь по программе переселения соотечественников. Немцу с русскими корнями, Ойгин даже язык неплохо знает, в сельсовете изо всех сил пытаются помочь. Немец хочет разводить скот, небольшой капитал у него есть, осталось купить участок. Местные называли Мартенсов секс-беженцами. Семья решила покинуть Германию из-за уроков секс-просвещения в немецкой школе. Мартенсы прославились на весь мир после того, как их дочь Мелита отказалась посещать уроки сексуального просвещения. Российские телеканалы ухватились за Мартенсов мертвой хваткой. Германия мать девятерых детей может оказаться в тюрьме из-за того, что ее дочь пропустила урок по сексуальному просвещению. Секс-просвет в Германии обязателен для всех. Начинают просвещать немецких детей еще в детском саду. Ойгин отказался платить штраф 150 евро и отсидел один день в тюрьме. Здесь нет никакой демократии. Ею и не пахнет. Эта история показалась Огину и Луизе страшным ущемлением прав и свобод. И они решаются на переезд в Сибирь. Вот так семья жила в Германии. А это их жилье в российской кыштовке. Сперва воодушевленный Евгений очень скоро начинает понимать, что к чему. Евгений отказался сниматься, сказал, что уже отношение и интерес к прессе потерян. Неожиданно для всех в середине февраля немецкая семья буквально бежит из России. Супруги Мартенс и их 10 детей вернулись в Германию. Причем отъезд их больше похож на побег из суровых сибирских реалий. Никому ничего не сказав. 25 числа в субботу утром они доехали до Новосибирска, уже оттуда вылетели в Германию. Можно назвать эту семью жертвой современной российской пропаганды и жертвой российской гибридной войны. Попались на эту удочку, поехали и увидели практику, реальность. Немного света на поспешное бегство мартенцев проливает российская оппозиционная пресса. В Новосибирской области мартенцам выделили дом. Это была изба без водопровода и центрального отопления. У нас ведь нет ни коммуникации, ни культ быта, ни дорог. По словам главного редактора местной газеты Ростислава Алиева, мимо дома приезжих немцев часто ходили пьяные подростки и кричали нацистские приветствия, чтобы их оскорбить. Приезжая в глубинку, они понимают, что их обманывали. Есть алкоголизм, отсутствие дорог, но нету того вот исконно русского этих скрепов, о которых так превозносят. Вот нет того рая, о котором говорят на «Россия-1». Ойген Мартин собирался заняться мясным, а затем и молочным животноводством. Производить качественный продукт, платить налоги и поднимать Россию. Для начала мясным, потому что для молочного там нужно многоразово другие финансы. Для смерти всех иллюзий немцу хватило два месяца. Своим бегством мартинцы, по сути, поставили на РФ клеймо «Страна для жизни непригодна». Это же сегодня понимают и миллионы россиян, которые не хотят спонсировать войну и бесконечно терпеть. А потому собирают чемоданы и едут в поисках лучшей жизни. Смотрите далее в гражданской обороне. Этого ждали три года. Украина подала иск против России в ГААКский трибунал. Умирать так с музыкой, позориться так по полной. Какие доводы российской стороны насмешили весь мир? Велика частина этих запасов была залишена в шахтах Донбассу и опинилась у повстанцев. Поставки оружия террористам, сбитые боинки, притеснения татар в Крыму. За что придется ответить России на этом суде? На самом деле очень тяжело будет доказать, что российские будут быть также в шахтах. Тактика защиты нападения. Чем Кремль будет шантажировать на этот раз? Там уже горли, декли. ДНРовские подарки. Прямо сейчас в гражданской обороне. Россия в ГААГе. Мы долго ждали, когда же это произойдет. И вот, наконец, Украина собрала достаточно доказательств, чтобы выступить против страны-агрессора. Незаконные поставки оружия и боеприпасов, передача денег по серым схемам, содействие в развитии террористического подполья. Как следствие, прямая или косвенная ответственность за ряд громких терактов. От расстрела автобуса под Волновахой до подрыва пассажирского авиалайнера, номер рейса которого до сих пор помнит весь мир. И да, не забудьте про Крым. Украина требует признать, что РФ нарушила как минимум две международные конвенции. По конвенции о финансировании терроризма и по конвенции о расовой дискриминации, о предотвращении расовой дискриминации. В рамках судебных заседаний были рассмотрены доказательства того, что Москва поставляет террористам оружие. В частности, БУК, из которого был сбит гражданский самолет. А также притесняет права украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Заседание длится четыре дня. По традиции Кремль превратил серьезное мероприятие в цирк. Головное джерело оружие, которое опинилось у повстанцев, это запасы российских времен, что были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и опинилась у повстанцев. Российские чиновники явно переоценивают уровень украинской угольной промышленности. Ведь какой глубины и размеры, спрашивается, должны быть эти шахты, чтобы там, кроме прочего, поместились сотни российских танков? Коллектив наших шахтеров-глубачан, конечно, поработал на славу. Спасибо им за это огромное. А военпром Украины был настолько суров, что еще в советские времена у нас уже была техника, которую РФ только сейчас представляет как новейшие образцы своей военной промышленности. Более-менее разумный человек понимает, что сотни танков и бронемашин вряд ли могут храниться в шахтах. Как-то не очень подходящее место для их хранения. Я очень говорю также о таких современных видах оружия, как ракетная система залпового огня. Представителей Кремля на суде не смущает и множество доказательств, собранных не только спецслужбами, но и гражданскими волонтерами. Не обязательно ехать в ГАГу, чтобы убедиться в том, что РФ спонсирует террористов. Достаточно просто иметь интернет. ГАЗ-23-30-14 «Тигр» зафиксирован в Луганской области. Ронетранспортер БТР-82А зафиксирован в Луганской области. Танк Т-72Б фиксировался в Луганске, Дебальцево, Макеевке. На сегодняшний день известно минимум о 33 видах вооружения, поставленных Россией террористам. И этот список постоянно пополняется. Более того, волонтеры определили, где именно, когда и кем это вооружение использовалось. Также неумело Москва пыталась опровергнуть свою причастность к сбитому Боингу. Уже даже не отрицают, что он российский. Настаивают на том, что его передали боевикам неизвестные. Кто бы ни передавал этот комплекс вооруженным формированием ДНР-ЛНР, он имел в виду только усиление обороны ДНР-ЛНР от возможных атак воздушных сил Украины. Самуэль Уордсворд, юрист, защищающий интересы России в Гааге. То есть получается, если они не знали, что будет сбит гражданский самолет, то и не виноваты. Да и как можно незаметно, и оставшись еще и неизвестным, перевести через границу целый зенитно-ракетный комплекс. Пока мир дружно крутит пальцем у виска, а Украина собирает все новые доказательства, в РФ иронизируют с голубых экранов. Сбылась мечта многих либералов, в том числе тех, которые были в нашей студии, Россию судят в Гааге. Мы помогали Ливии, Сирии, везде, где война. Любой гражданин планеты может и должен оказать какую-то помощь. По федеральным каналам десятками крутят сюжеты, мол, какой смешной иск. С этими всеми международными инстанциями, я считаю, по большому счету, все эти шашни, если мы там не уверены, надо завязывать. Из эфира в эфир растет и мощь российской защиты. Например, 7 марта они якобы предоставили 600 страниц контраргументов. А потом подумали, что мало, и 10 марта их волшебным образом стало уже 800. В конце концов, они могут выдать за контраргументы хоть всю серию большой советской энциклопедии. И даже глазом не моргнут. Но все-таки не зря говорят, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Иск Украины – своеобразная многоходовка да похлеще тех, что стряпают в Кремле. И не просто так иск подан именно по этим двум конвенциям. Если будут признаны нарушения этих двух конвенций, то фактически, пусть не прямо, но суд признает сам факт агрессии и захвата Крыма. Ведь признание нарушения прав крымских татар и этнических украинцев являются следствием аннексии Крыма. Признание притеснения этнических украинцев и крымских татар открывает путь для тысяч частных исков против РФ о возмещении убытков людям, которым пришлось покинуть родной дом. То же касается и людей, чьи дома были разрушены российским оружием на Донбассе. Когда будет принято решение о предварительных мерах, которые будут обязывать Россию не поставлять оружие террористам, весь мир увидит, что Россия не будет выполнять эти решения. Посмотрим, как будут смеяться пропагандисты и их кукловоды, когда в ход пойдут санкции или арест зарубежного имущества России. Кремле прекрасно понимают, в каком положении оказались, и главная цель Москвы сегодня – дискредитировать Украину. Они уже делают это через Донбасс. Убийц Михаила Толстых и Олега Анащенко нашли. Сотрудники МГБ ЛНР раскрыли террористическую сеть, в состав которой входило несколько диверсионных групп. Этот сюжет был опубликован террористическими СМИ 10 марта сразу после завершения слушаний в ГАГе. Гивия, он же Михаил Толстых и милиционера Олега Анащенко убили одни и те же украинские боевики. Я нажал кнопку и взорвал машину. Есть все основания полагать, что убийство Михаила Толстых с планированного деле контрразведки СБУ и исполнено специалистами того же 8-го полка специального назначения. Якобы диверсант еще и анонсировал будущие теракты на территории России. Террористы выдали много чрезвычайно ценной информации. Например, о том, что СБУ планировало спецоперацию по ликвидации сотрудника ФСБ на территории России. Кремль известен своим правилам, цель оправдывает средства. Для развязывания войны в Чечне они уничтожили несколько домов в России. Нужно было начать войну. Нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких. Вряд ли кто-то удивится, если ради очернения Украины в Гааге они сделают то же самое где-то в Ростове, повесив теракты на очередных якобы карательных ДРГ. Тем более, что уничтожать мирные кварталы для пророссийских террористов на Донбассе уже стало ужасающей нормой. По данным разведки, террористам уже отдан приказ усилить обстрелы оккупированных ими же городов Донбасса. Все это собираются представить в следующих слушаниях, чтобы перевести стрелки. Мол, это Украина, здесь террорист. Таким образом, этот иск – первый, но далеко не последний в длинной цепочке разбирательств, которая рано или поздно приведет к военному трибуналу. Суды всех уровней начнут приговаривать Россию. Раньше же они не решались, а если уж приговорили, то начнут приговаривать по полной. И самое главное, что исков будет большое количество. Сейчас люди проснутся, скажут, что можно. Потом возникнут возможности продвигать уже требования конкретно к российскому государству, как агрессору, как виновнику агрессии. И эти судебные процессы будут происходить уже в других инстанциях, более серьезных, более фундаментальных и, возможно, даже специально созданных. По примеру трибунала по преступлениям в бывшей Югославии. К слову, югославский диктатор Слободан Милошевич тоже думал, что он в безопасности. А потом специально для него был созван первый в истории трибунал. Слободана Милошевича в мае 1999 года трибунал обвинит в 66 серьезных преступлениях против югославских народов. Что доказывает, никому не уйти от ответственности. Стоит задуматься. Смотрите далее в Гражданской обороне. Басуринские сказки. Иностранные наемники, подводные диверсанты и ИГИЛ в рядах ВСУ. Это, можно сказать, давление, психологическое давление на людей, проживающие здесь. По каким принципам создаются сводки в террористической ДНР? Логики нет в этих словах. И откуда черпает вдохновение главный сказочник псевдореспублики? Прямо сейчас в Гражданской обороне. Каждый раз, когда кто-то из именитых террористов, обосновавшихся на Донбассе, открывает рот перед микрофонами, жди очередную порцию откровенного идиотизма. Я сейчас не говорю Киев. На самом деле, нужно брать даже не Берлин, нужно его пройти, взять Британию всю как таковую. Ни один из них не отличается умом и красноречием. Пока еще есть немного, но времени немного есть. И даже с листка заготовленную речь прочитать порой не умеют. Если не можешь, не говори. Создается устойчивое ощущение, что они соревнуются между собой за место в книге рекордов Гиннесса под заголовком «Наибольший бред планеты». Ну, вообще тяжело предположить действие шизофреника. Но есть и среди них особенный человек. Количество продуцируемого им бреда бьет все рекорды. Наша земля сейчас может сравниться только с древнеримским Колизеем. Вот когда здесь ловили ребят украинских с надписью на тужурках «Рабовладельцы», это правда? Да. И вы прям не видели? Да, не только на тужурках, если было выколото на теле. Анашуна-каратель еженедельно пополняет запасы травматового и етилового спирта. Впору уже вводить новую должность специально для Эдуарда Басурина. Штатный сказочник террористической республики. Басурина – это эталон упоротости. Но по сравнению с другими деятелями бандитских республик, творчество Басурина по достоинству еще не было оценено. Я тогда очень обиделся. Вот, например, недавно Захарченко анонсировал развал Украины. Максимум 60 дней, государство практически перестает не существовать. Она распадется на тысячу маленьких княжеств. Ну, не тысячу, а больше двух десятков точно. Его сразу же растиражировали. А ведь Александрович этот анекдот еще в 15-м придумал. Украина ставит вопрос вообще существования Украины. И эта страна просто разорвется. Талант уровня Эдуарда Басурина нужно было еще поискать. Поэтому мы решили разобраться, откуда взялся этот персонаж. Я служил в Советском Союзе. Я заканчивал военное училище. После развала Союза тогда еще Эдик Басурин перешел в бизнес. Больше 15 лет я занимался переработкой химии. Я так называю. Это полимеры. Полиэтилен, ПВХ. Бизнес вести, видимо, не ахти, как получалось. В сети сохранилось резюме уже безработного Басурина от 2010 года. Начальник производства, связанный с полимерами, или водитель. Скромные запросы и никаких политических, а уж тем более военных амбиций. К военному вообще отношения никакой нет. Но тут псевдогражданская война и Кремлю понадобились отчаянные бездельники. Повезло Басурину попал на руководящую должность и превратился из Эдика в уважаемого Эдуарда, заместителя командующего армии ДНР. Пришли освобождать якобы захваченные территории. Командирские качества проявить не удалось. Зато сказались 15 лет в дыхании красок. Вскрылся талант с серьезным видом выдавать на камеру всякую чепуху. То, что он воспроизводит ртом, он не поддается, даже там логики нет в этих словах. Принципы работы несложные. Вашему вниманию мастер-класс от Эдуарда Басурина. Сам Басурина уже больше трех лет усиленно колышет всю оккупированную ДНР. Что нами отмечает создание наступательных группировок войск противника на всех направлениях. Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке команды ДНР Украины по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения. Украина готовится к началу наступательных действий. За три года страшилка не осуществилась ни разу. Но какая разница, ведь цель достигнута. Ну это, можно сказать, давление, психологическое давление на людей, проживающие здесь, с нашей стороны. А то вдруг они в карателе верить перестанут. Поскольку уровень давления нужно с каждым разом повышать, периодически в сюжетах проскакивают иностранные наемники. Отмечено прибытие 30 человек лично состава из частной военной компании, общаясь между собой на английском языке. Перебросили 21-го снайпера из Польши в район населенного пункта Авдеевка. Снайперов и корректировщиков огня из Сербии. Отмечается увеличение притока радикальных исламистов в зону, так называемого. Украинская армия уже перевалила бы за несколько сотен тысяч, если бы сумасшедшие заявления Басурина хоть немного были правдой. Ни одного доказательства, конечно же, нет. Предлагают верить на слово. Зато российских военных на территории псевдореспублик, конечно же, нет. Всех, кто сюда не приезжает, ищут эти войска, найти не будут. Столько спутников над нами летает. Американские, европейские. Очень много. А найти ничего не могут. Возможно, в процветающей недореспублике интернет все еще не встал с колена. Ведь если бы он был, Эдуард Александрович с легкостью нашел бы массу доказательств присутствия российской армии на Донбассе, собранных волонтерами. А я хохлов никогда не любил. Меня не любят ни украинцы, ни мои боевые товарищи. Бускалем обзывают. И ночью на лысину гадости кем-нибудь кладут. В то время как мы предоставляем доказательства при любой возможности, в квази-ДНР все читают с листка. Мы также продолжаем получать тревожные сведения от нашей разведки о наращивании украинских войск в зоне безопасности. Вместо фотодоказательств рисуют карты. Вашему вниманию предоставлена схема, на которой показаны районы скрытого размещения артиллерийских систем и реактивных систем золотого огня вооруженных сил Украины. Вот карта за мной. И придумывают фантастические цифры, тоже без каких-либо подтверждений. Если брать за минувшие сутки, то порядка около тысячи нарушений было зафиксировано. В общей сложности где-то было выпущено порядка полутора пакетов. Пакетов, наверное, и правда было столько. Только вот находилось там что-то другое, порошкообразное. Ведь без помощи психотропных веществ такое не придумать. Когда расстреливали гражданских, которые пытались как беженцы выехать на российскую сторону, я видел эти автомобили, я видел, как по ним стреляют. А скрыть преступления, поскольку никто больше такого не видел, карателям помогли пресловутые мифические кураторы из ГАЗДЭПа. Что их поддерживает очень большое количество, как националистических, ультралевых, ультраправых организаций, партий, целое правительство, страны. Но фантазию было уже не остановить. Также нам установлен факт прибытия двух групп отдельного отряда по борьбе с подводными диверсионными силами. С подводными диверсионными силами. Средствами вооруженных сил Украины. Интересно, где в Донецке, по мнению не очень уважаемого господина Басурина, они могут действовать? Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами, или, как их называют сами историки незалежной, древними украми и с завистью. А что? Море выкопали, и Донец, гляди, не ровен час, обкопают, и будут подводные диверсии устраивать. Конечно же, нельзя пройти мимо рассказы о бессмертных киборгах, поразившего воображение. Истории про киборгов – это не сказки. Можно всю обойму выпустить, а он идет на тебя. В полный рост идут в атаку. Его убиваешь – он идет. В него стреляешь – он падает, встает – опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце, может и без головы пытаться подняться и идти. Единственного не рассказал. Ту самую «живую воду» синтезировали в лаборатории ДНР. И Захарченко уже готовит к бою армию зомби. Мы будем проходить по мертвым, и все равно мы вас будем убивать. Рука об руку, душа в душу работают уже три года. И статус официального представителя главы ДНР позволяет Эдуарду Басурину не только озвучивать сухую сводку, но и порассуждать на публику о политике. Серьезная теория имеет все шансы попасть в учебники истории по ЛДНРовски. Где-то между героическими подвигами Гиви с Моторолой и экономической теорией ценообразования куриных потрохов имени Плотницкого. А еще в должностные обязанности штатного сказочника входит возвеличивание псевдоармии террористической ДНР. Хотим остановиться на очередной предел. По полученным данным от источника из Генерального штаба Вооруженной силы Украины за три дня наступательных действий Вооруженные силы Украины потеряли 183 военнослужащих. Потеря украинских войск в живой силе составляет более 200 военнослужащих убитыми и около 300 раненых. И так каждый день. Если так посмотреть, то уже пол Украины полегло в сражениях с шахтерами, вооруженными палками. Да и не только Украины. Если они там, сводка у них состояла ежедневно из убитых тысяч правосеков, сотрудников компании Blackwater, 0 до 50 ЦРУшников в удачный день они могли там на фронтах уничтожить. ЦРУ перестало существовать, прочитав сводки господина Басури. Все это творчество укладывается в одну простую аксиому. Чем отличается профессионал от убогого журналиста? Что даже если он заказан, он эту информацию преподнесет так, чтобы она оказалась правдой. А убогий журналист, он просто льет кучу непонятной информации, в открытую лужу, лишь бы это было больше и больше информации. Поскольку все басни Басурина от правды далеки, как ДНР от государства, очевидно, к какой части относится сам Эдуард Александрович. Убогий журналист. Но если очень постараться, здравый смысл можно найти и в его словах. Вы зря ухмыляетесь. Вот так выглядит Эдуард Басурин, говорящий правду. Очень много людей, которые заинтересованы в том, что здесь был не мир, а был хаос. И лилась кровь. Мы террористы. С террористами переговоров никто не ведет. В ДНР погиб командир батальона ополчения «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным «Гиве». Сообщается о гибели в ДНР Арсения Павлова под позывным «Моторолла». Это мы с вами убили. Может, стоит попробовать для разнообразия? Смотрите далее в «Гражданской обороне». Праздник оккупации. Сегодня в Центральном парке Красноярска наступила крымская весна. Студенты по вызову. Сколько платили за участие в псевдопатриотических митингах? Деньги есть. У тебя 100 рублей есть. И как в Крыму дети с автоматами выступали? Моя любовь, моя весна. Прямо сейчас в «Гражданской обороне». Россия и Крым, мы вместе! Мы вместе! Три года назад Россия аннексировала Крымский полуостров. А мы россияне. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Мы в России, ребята! Ура! Волна эйфории прокатилась тогда по всей стране скреп. Тогда на главных городских площадях от Калининграда до Чукотки собрались миллионы людей, чтобы поддержать решение крымчан. Она была настолько сильной, что конвульсии все еще раздаются в российском обществе. И обострение происходит ежегодно 18 марта. Сегодня день присоединения России к Крыму. 2017 год и третья годовщина аннексии не стали исключением. Торжества проходят сегодня по всей стране. Праздничные мероприятия прошли по всей стране. Местами даже граничились безумием. Перетягивание каната. Вот сейчас цепной бой идет. Потом будут петушиные бои. И все закончится за царем горы и сожжением такого образа вражины российской. Вражины российской. Крым и Севастополь наш, друзья! Крым наш! Сегодня в Центральном парке Красноярска наступила Крымская весна. Традиционно с приходом Крымской весны на улицы России распускаются флаги Единой России, цветут портреты Путина. А настоящий праздник, конечно же, был у пропагандистов. Нас пытались изолировать, вот только изоленты не хватило. И сегодня мы четко понимаем, что все происходившее и происходящее стоило того. Той русской весны, что сделала Россию снова великой. Только вот в чем заключается это величие, россияне внятно ответить не могут. Конечно, мы из-за него стали похуже жить материально. Но Крым вообще российский. Мы ни у кого ничего не вырвали. Заученные ответы люди знают из сюжетов новостей. Вот таких. Фестиваль Крымская весна уже традиционно начался с митинга и речей о братстве народов и силе русского духа. Это славный город Саратов. Практически каждого из присутствующих на митинге так или иначе история связывает с крымским полуостровом. Только русский дух развеивается, когда выключается камера федерального канала. Что празднуете? Ребят, что делаете здесь? Можно в комментариях? Скажите, а вы сможете показать Крым на карте? Россия. Где у нас Россия? К сожалению, сейчас, наверное, вот, у нас получается, наверное, вот здесь вот, вот в этой части. Я вам сейчас так точно не могу что-то. Людей, которых, по словам адептов секты Киселева, с Крымом связывает своя история, выбили из колеи, казалось бы, простые вопросы. А знаете, кто мэр Крыма? Честно, нет. Затрудняюсь сказать. Ну, высокий, симпатичный, блин, нет, по-моему. Мэр Крыма у нас кто? Вот вопрос у вас. А у нас губернатор Саратовской области, Валерий Васильевич Парадаев. Что такое? Нет, а Крыма? Ну, глава администрации города Саратов, Сараев, Валерий Николаевич, не знаете? Мы же где сейчас находимся. Ребят, все знаете, кто мэр Крыма? Ребят, все, видите, все знают. Кто? Очевидно, что полуострова не может быть мэра, это же не город. Хотя какие могут быть вопросы к тем, кто и на карте-то его показать не может? Сегодня же праздник, правильно? Праздник. Надо радоваться, какие-то вопросы задаете. И жить россияне стали похуже, и о Крыме, в общем-то, знать ничего не знают. А на митинге все же идут. И дело тут даже не в патриотической накачке. Все гораздо банальнее. Идут за деньги. А где Наталья? Не знаю. Это видео сняли журналисты российского издания «Медуза» в Москве. На нем куратор рассчитывается с участниками митинга. Выходит, пап. Что самое интересное, они даже не пытались скрываться. И объявление о наборе на проплаченный митинг можно было без проблем найти на одном из интернет-форумов. Требуется опрятно одетые люди без ограничений по полу и возрасту на митинг, плюс концерт, посвященный присоединению Крыма. Занятость 3-4 часа. Оплата 300 рублей. Всего 300 рублей стоит любовь к родине и Крыму. По данным властей, праздник в Москве был самым большим. Там собралось 150 тысяч человек. Получается, вся псевдопатриотическая массовка обошлась максимум в 45 миллионов рублей. Не так дорого в масштабах российской коррупции. По сути, весь этот спектакль всероссийского масштаба под названием «Крымская весна» не имеет никакого отношения ни к патриотизму, ни тем более к Крыму. Люди пришли заработать копеечку. Политики выступить и попиариться. Мы самая добрая страна, но у нас самая сильная армия, и она будет выполнять свои задачи. Как-то не очень по-братски. В самом Крыму же третью годовщину оккупации полуострова отпраздновали с ним меньшим размахом, чем в РФ. Программу мероприятий коллаборанты подготовили на полуострове действительно разнообразную. Крым отмечают третью годовщину референдума, итогом которого стало воссоединение полуострова с Россией. Программа довольно масштабная. Митинги, выставки, флэш-мобы. А еще кинопоказы фильмов, посвященных оккупации Крыма. Отчистый сын, страны солдат, так было сто веков назад. Тематические вечера под названием «Мы вместе, мы с Россией». Развлекательные программы, к примеру, веселые старты, демонстрации, фейерверки. Праздничные шествия на центральных улицах крымских городов во главе с главным гоблином крымского полуострова Сергеем Аксеновым. Это такой праздник, который вызвал на самом деле огромный подъем. Вы сами видите, что людей сегодня даже никто не обязывал выходить. Это по зову сердца, по такому чувству единения со своей родиной, с Россией. Люди сегодня вышли и отмечают тоже это мероприятие знаковое. Песни, пляски и, конечно, пафосные шаблонные речи журналистов российских телеканалов. Тогда почти абсолютное большинство крымчан сделало свой выбор в пользу России. Они вернулись на родину, домой, в Россию. И действительно, для каждого крымчанина это особый день. То, что крымскую весну 17-го Кремль решил отметить с особым размахом, легко объяснить. Ведь на самом полуострове люди уже столкнулись с многочисленными российскими проблемами. Большими ценами и невыполненными обещаниями. Мы получаем пенсии, в первую очередь идем в аптеку, потом на почту. И домой приходим вот с чем. Пройдите по аптекам, в каждой аптеке своя цена. И все выше и выше и выше цены. Мы были в Украине, наполовину было. А сейчас полный бардак. А потому масштабный праздник обязательно должен хотя бы на время приглушить недовольство крымчан. Крым, Россия, нас всегда! И мы сегодня в России великой. Это наш праздник, родной, выстраданный. Как не лишним, по мнению РФ, было бы и напомнить крымчанам о важности так называемого рефиендума 2014. Проще говоря, в дни празднования Крымской весны в этом году на полуострове с новой силой запустилась любимая кремлевская страшилка о кровожадных бандеровцах. А вместе с ней рассказы о таких хороших, вежливых человечках. Крымская самооборона вместе с российскими военнослужащими обеспечили безопасность проведения референдума. Благосклонно относились к местному населению и от них чувствовали поддержку, что мы здесь не лишние. Что уж говорить, в этом году на празднике оккупации Крыма так называемых вежливых людей, точнее вооруженных до зубов военных, было действительно много. Больше было разве что только детей. Крым, Россия навсегда! Крым, Россия навсегда! Такое специфическое участие именно детей на празднике Крымской весны 17-го в интернете уже прозвали настоящим адом и очередным российским трэш-шапито. Это всего лишь небольшой отрывок из концертной программы «Феодосии». Боевое мастерство показали на празднике юные воины, будущие защитники своей родины. Воспитанники казачьей школы. А это уже в Симферополе. Дети по очереди благодарят памятник российскому военному, так называемому вежливому человеку. Это концерт в крымском парламенте. Маленькая девочка поет песню. Ее внимательно слушают все те же зеленые человечки с автоматами. Что может быть хуже? Пожалуйста, фрагмент из праздничного концерта в Севастополе. Моя война, моя любовь, моя весна. Целое театрализованное действие и дети с автоматами на сцене. Дальше можно и не продолжать, да и в принципе сложно комментировать увиденное. Даже слова «абсурд» и «маразм» вряд ли смогут полностью описать ситуацию. Я особо делаю шаг. Я поднимаю солнце. И это, если выражаться словами интернет-пользователей трэш-шапито, просто рекойлилось с российских и крымских телекранов в дни так называемой «Крымской весны-17». Центр Симферополя. Сотни людей, отпросившись с работы, с учебы, пришли, чтобы принять участие в торжественном митинге, посвященном третьей годовщине крымского референдума. Концерты в лучших традициях Советского Союза. Танцевальные номера с российскими флагами. И, конечно же, Иосиф Кобзон. Он точно не мог пропустить такой праздник. Нам в жизни не будет покоя, другая судьба не дана. И кто-то так спешил на этот праздник жизни, что даже опоздал. Вот мы приехали в Симферополь и опоздали мы на концерт. Да, дочь? Да, очень, да. Автобус долго ехал. А вот кто приехал вовремя, так это главарь недореспублик ЛДНР. Не на нас, а варапию потом ходить. Нам, поверяйте. Без них, наверное, как и без Кобзона, подобные праздники уже и сложно представить. Затаив дыхание, я смотрел за референдумом, когда понял, что все состоялось. Я, честно скажу, я прыгал на кровати минут 10, сломал ее, но все равно понимал, что мы победили. Подобные мероприятия не проходят и без красноречивых слов, а точнее, мечтаний Захарченко про самостоятельное государство ДНР. Вы пошли вперед, мы смотрели на вас, пошли светом. Это общий праздник. Общий праздник Крыма. Общий праздник Донбасса. И самое главное, это наш праздник, наша Родина, Россия. По сравнению со своим компаньоном, Плотницкий оказался менее разговорчивым. Неужели Игорь Венедиктович был не так рад третьей годовщине оккупации Крыма? Это праздник победы. С праздником. Они устраивают массовые праздники, платят людям деньги за участие в торжественных митингах и шествиях. Они пытаются компенсировать крымчанам ухудшение уровня жизни и невыполненные обещания абсурдными демонстрациями и концертами с участием детей и Кобзона. Событие вызвало небывалый всплеск патриотизма в российском обществе и гордости за свою страну. Крым, Россия, для нас всегда! Все было сделано правильно. Но радость, как известно, временное чувство. И уже завтра все россияне и крымчане окунутся в совсем невеселую и серую обыденность великой и духовной России.